Дальневосточники стали чаще страховать свои дома и ценности на добровольной основе. За 9 месяцев 2024 года оформили на 6% больше таких договоров, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, как сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный директор Сберстрахования Михаил Волков, большинство договоров по-прежнему относятся к категории обязательного страхования, например, при оформлении ипотеки. Где я вижу зоны развития, ровно 4,5-80% сегодня это ипотечное страхование. И пока что только 20% это когда люди сами задумываются, страхуют свое имущество. В этом году по Приморскому краю мы выплатили более 15 миллионов рублей. И если приводить в качестве примера, самая крупная выплата составила 2,9 миллионов рублей по пожару. Компания Сберстрахования специально для своих клиентов выпустила одноименное приложение. В нем можно легко возместить ущерб. Для этого нужно заполнить заявку в программе. По словам Михаила Волкова, порядка 50% страховых случаев урегулируется через приложение. С помощью приложения мы как раз можем обеспечить скорость. На примере затоплений, которые происходили в этом году в стране, люди возвращались в свои полузатопленные еще дома. Мы не ждали, не просили собрать все те справки, которые мы сами можем собрать. А дальше просто люди делали фото или видеоотчет о пострадавшем имуществе. Мы на основании этих отчетов делали оценку и очень быстро выплачивали. Председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин рассказал, что в этом году крупный бизнес застраховал свои риски на 1 триллион рублей. Растет масштаб страхования и в малом бизнесе. За год он вырос на 150%. С точки зрения выплат в малом бизнесе основной объем приходится на выплаты по несчастным случаям с сотрудниками. Это свыше 72%. И как один из примеров, зачем это нужно малому бизнесу, в частности, здесь в Приморье, мы знаем, были такие продолжительные ливни. И один из клиентов, получив возможность оформить такую страховку, он заплатил примерно 40 тысяч рублей, но его точка общепита пострадала, мебель, отделка. В результате он получил страховые выплаты почти на 5 миллионов. В России страхование набирает популярность. За 9 месяцев 2024 года под защитой Сберстрахования по ДМС оказались уже более 9 тысяч жителей Дальнего Востока. По итогам 2024 года Сбер направит на оказание медицинских услуг около 1 миллиарда рублей. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.